Водоемы 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 врачебную помощь. Этот случай закончился хорошо. Не все случаи заканчиваются так же. В начале июня в деревне Маркаючи 14-летний ребенок пошел с другом на рыбалку, на озеро, которое запрещено для купания. Во время рыбалки он решил искупнуться. Проплыв в некоторое расстояние, он скрылся под водой. Спасателей рядом не оказалось. Естественно, этот водоем запрещен для купания, о чем там расставлены таблички и говорят о том, что запрещено купание в данном водоеме. Павел Леонидович, какие наиболее распространенные ошибки совершают жители региона, отдыхая на пляжах? Самая главная ошибка – это купание в состоянии алкогольного опьянения. Из числа всех утонувших в этом году более 50% утонувших были в состоянии алкогольного опьянения. Ведь погода жаркая плюс алкоголь. При резком перепаде температуры, когда человек ныряет в воду, может произойти спазм сосудов, остановка сердца, судороги. Все это приводит к гибели человека. Грубыми ошибками является то, что недосмотр взрослыми за детьми, опасные игры на водоемах, ныряние старзанок, трамплинов, подобных сооружений, отсутствие жилетов спасательных, переоценка своих физических возможностей, попытки переплыть реки, водоемы. Плюс несанкционированные пляжи, которые почему-то так манят большое количество жителей региона. Территория Гомельской области достаточно сильно обводнена. И по территории Гомельской области протекают самые крупные реки Беларуси, такие как Припять, Днепр, Сож. Естественно, их общая длина только по территории Гомельской области около тысячи километров. Это не считая озер и различных водоемов. Везде поставить посты освода невозможно. Уследить за каждым невозможно. И те граждане, которые выбирают места отдыха, не предназначенные для купания, они рискуют своей жизнью, здоровьем. Ведь дно не обследовано. Там могут быть ямы, могут быть завалы, поваленные деревья, бытовой мусор, металл, стекло. Все, что угодно может быть. А самое главное, что в таких местах некому прийти на помощь и оказать необходимую помощь в случае чрезвычайной ситуации. И действительно, в этом плане обустроенные зоны отдыха выделяются не только, даже нисколько своим комфортом, а все-таки больше безопасностью. Рядом всегда спасатели. В Гомельской области действует 15 спасательных станций, 13 постоянно действующих постов и 10 сезонных постов, на которых несут дежурства наши спасатели, которые специально обучены методом спасания людей на воде, оказания доврачебной помощи. Оснащены станции и посты всем необходимым оборудованием, спасательными, плавательными средствами, водолазным снаряжением, техникой. То есть, выбирая для отдыха официальные пляжи, где есть спасатели-освод, вы можете быть уверены, что в любую секунду к вам придут на помощь. И главный показатель нашей работы – это то, что в течение уже более 5 лет на территории Гомельской области не допущено утоплений в зоне действия спасательных станций и постов. Что ж, спасибо большое вам и вашим коллегам. Спасибо за это интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо.